Привет! В этом видео разберем последние три задачи из ЕГЭ 2008 года откровенная настоящая c-часть. Будет у нас самый простой, это параметр, который все еще у нас есть на ЕГЭ. Также будет стереометрия, но она существенно отличается от той стереометрии, которую привыкли видеть вы. И будет у нас уравнение, которое нужно будет просто решить. Ну, если вы его решите, то вы большие молодцы. Ну что, приступаем. Задача c3, и это уже настоящая задача из второй части, полноценная. Найдите все значения параметра при x, принадлежащем от минус 3 до минус 1 включительно, так, чтобы вот это вот выражение не было равно вот этому выражению. С чего начнем? Разумеется, коль у нас это все не должно быть равно, создадим одну какую-то некоторую функцию. То есть перенесем через знак равно, у нас получится, давайте место экономить, оно нам может быть очень даже сильно пригодится. Минус x в квадрате, здесь мы оставим, например, 8 плюс а и минус 2 не должно быть равно 0. То есть нам нужно, чтобы вот это вот уравнение не имело решений на промежутке от минус 3 до минус 1, чтобы вот эта функция не была равна вот этой функции на данном промежутке. Здесь у нас уравнение четвертой степени, и если вы хорошо учились в седьмом-восьмом классе, вы здесь увидите биквадратное уравнение, которое можно взять за новую переменную. Сказать, что x в квадрате у нас равно t, тогда здесь у нас будет t в квадрате минус t на 8 плюс а, и минус 2 не должно быть равно 0. Но условия, которые мы здесь с вами ставили, они у нас распространяются на x. x принадлежит промежутку от минус 3 до минус 1. А сейчас мы взяли t. Если у нас x принадлежит промежутку от минус 3 до минус 1, тогда t должен принадлежать промежутку вот этих значений в квадрате. То есть лучше понятно, что если мы минус 1 возведем в квадрат, будет 1. Я сначала напишу именно единичку. Скобочка такая же, как и здесь. И теперь возвожу в квадрат и минус 3. Минус 3 в квадрате это 9. Скобочка у нас остается такой. Ну, они поменялись места им, потому что при возведении в квадрат все-таки минус 3 будет больше, чем минус 1. Хорошо. То есть интерпретируем нашу задачу. Меняем. Нам нужно, чтобы вот в этом квадратном, ну, вот в этом квадратном выражении, можем даже подписать, что это какой-нибудь f от t. Не было решений, то есть не было пересечения с осью x на промежутке от единицы до 9. То есть какие варианты у нас возможны? Если я нарисую тут параболу x, y, вот у нас есть тут единичка, вот 9, только не x, а все-таки t. Да, мы относительно t решаем. Нам нужно, чтобы здесь не было решений. То есть какие варианты нас не устраивают. Потому что чтобы решений не было, их достаточно много. Там, например, парабола может находиться вот здесь все время в положительной зоне. Может где-нибудь здесь получаться. Можем попробовать ответить на вопрос, когда у нас будут решения и от этого исключить этот вариант. То есть сказать, что как раз таки он нам не подходит. Когда у нас будет решение на промежутке от 1 до 9. У нас парабола, ветви параболы направлены вверх. Поэтому как у нас она может располагаться? Она может у нас располагаться, например, вот так вот. А это у нас там какой-нибудь первый вариант. Нормально. И здесь у нас есть корень. Подходит. Дальше. Парабола может располагаться как-нибудь вот так вот. Нормально. Тоже подходит. Это у нас какой-нибудь второй вариант. Ну и почему бы парабола не пересекала наш промежуток от 1 до 9 в двух точках? Такое тоже возможно. То есть, например, вот такой вариант третий. То есть по-хорошему нужно рассмотреть три варианта. Но давайте заметим с вами, что если мы с вами подставим значение 0, f от 0, то есть вместо t подставим 0, то у нас будет минус 2. То есть мы точно знаем, что наша парабола при значении 0 пересекает ось y в точке минус 2. Вот здесь она получается. Поэтому вот этот третий вариант, он невозможен, потому что я не могу никак изогнуть параболу так, чтобы она у нас прошла здесь и потом вернулась сюда дважды. Второй вариант тоже невозможен, потому что у нас как бы уходит она вот сюда в отрицательную зону. Поэтому единственный вариант возможен, это как раз таки первый. Этот вариант, который нам как раз таки не подходит. То есть мы его сейчас находим и говорим, что нам подходят все решения кроме этого. Давайте это реализуем. Итак, условия на вот эту параболу, как мы ее зададим. Мы точно знаем, что у нас есть парабола, ветви которой направлены вверх. Дальше у нас есть точная точка, которая находится в отрицательной зоне. И нам нужно, чтобы при единице парабола находилась в отрицательной зоне, а при девяти она находилась в положительной зоне. Так как она у нас монотонная, то рано или поздно она у нас пересечет ось t в какой-то точке на промежутке от одного до девяти. Поэтому условия на эту параболу будет f от единицы у нас будет меньше нуля, f от девяти у нас будет больше нуля. Единственная, f от единицы у нас скобочки квадратные, поэтому мы ставим здесь тоже квадратные скобочки. Это система. Нам нужно, чтобы одновременно как бы это задавалось у нас при единице у нас функция была отрицательная, при девяти положительная. И записываем ее. То есть вместо t подставляем значение 1. В первом случае 1 в квадрате 1 минус 8 плюс а минус 2 меньше либо равно нуля. Это первое. И потом также подставляем девяточку. 81 минус 9 на 8 плюс а минус 2 больше нуля. Решаем это. Раскрываем скобочки. Главное никуда не торопиться. С этим надо быть осторожным. И получается у нас тут 1 минус 8 минус а минус 2 меньше либо равно нуля. 81 минус 72 минус 9а минус 2 больше нуля. Хорошо. Тут мы давайте а перенесем. А будет больше либо равно. 1 минус 8 минус 2 это минус 9. Хорошо. Здесь у нас 81 минус 72 это 9. 9 минус 2 это 7. И давайте 7 оставим здесь. Будет пусть 7. А 9а перенесем. 7 больше чем 9а. Таким образом здесь у нас будет а больше чем не а меньше наверное а меньше чем 7 девятых. А меньше чем 7 девятых. А здесь у нас будет а больше или равно минус 9. Таким образом мы сейчас нашли когда у нас будут решения на промежутке от 1 до 9 для t и на промежутке от минус 3 до минус 1. Значит решение не будет при обратном величине. Построим прямую. Отметим наши значения. То есть здесь у нас будет где-то минус 9 закрашенные. Нам подходят все решения вот до сюда. 7 девятых. Находится у нас где-то здесь. Нам подходят вот эти вот решения. И у нас получается что от минус 9 до 7 девятых у нас будет решение на промежутке от 1 до 9 для t и на промежутке от минус 3 до минус 1 для x. А нам нужно чтобы решения не было. Соответственно мы с вами возьмем обратные значения от этого. То есть нас устроят все значения меньше 9. То есть а меньше чем минус 9 и строго меньше. И а больше либо равно чем 7 девятых. Это и будет нашим ответом. И вот здесь мы даже возьмем именно или. То есть нас устроят как этот вариант или этот вариант. Это и будет нашим ответом в этой задаче. Кроме как или ничего не возьмешь иначе у тебя решения не будет. Да, да, да. То есть если поставить систему, то оно не пересекается. Так, и не забываем писать ответ. То есть любая математическая задача у нас заканчивается ответом. Вот мы его для себя написали. Но надо порадовать и проверяющие. Чтобы они там не бегали в ужасе и не просматривали все ваше решение и не понимали куда смотреть. Можете записать это через точку запятой или вот значок совокупности поставить. Или это решение, или это решение здесь удовлетворяет условиям задачи. А если записать как объединение двух промежутков, это будет ошибка? Да нет, нет, не будет. Можно написать от минус бесконечности до минус 9 в объединении от 7 девятых до плюс бесконечности. Двигаемся дальше. Задача С4. Дана у нас сфера. И в нее вписана пирамида PMPNL. Где PN это диаметр. Точки ML у нас отмечены на сфере. И вот они так отмечены, что в итоге объем пирамиды стал наибольше. Найти нужно синус угла между прямой NT, где T это у нас середина ML, и плоскостью PMN. Рекомендую поставить на паузу те, кто классно решал стереометрию, готовились к ЕГЭ, решали 13-ю задачу или там 16-ю планиметрию. Попробуйте решить эту прародительницу профильного ЕГЭ по математике. Мы же с вами начнем разбираться с того, что объем нашей сферы MPNL будем находить как 1 третья высота умножить на площадь основания. Площадь основания у нас тут S... Ну давайте возьмем PNL. Можно взять какое-нибудь другое, но вот он, объем должен быть у нас наибольший. Чтобы у нас произведение трехмножителей было наибольше, нужно, чтобы каждый множитель был как можно больше. С чего можем начать? Ну вообще PN это диаметр. Значит, мы железобетонно можем сказать, что точка L, точнее сам угол NLM у нас равен 90 градусов, потому что углы, опирающиеся на диаметр, у нас равны 90 градусов. Дальше аналогичным образом мы с вами можем сказать и по поводу угла M, так, P, M, N. Этот угол у нас тоже будет равен 90 градусов. Он тоже у нас опирается на диаметр. Хорошо. То есть перед нами получается прямоугольный треугольник. Что мы про него знаем? Ну, площадь этого прямоугольного треугольника должна быть как можно больше. Сейчас с этим разберемся. Начнем именно с высоты. Высота у нас здесь будет какой-нибудь перпендикуляр из точки M на плоскость P, M, N. Но чем мы с вами ограничены? Мы ограничены с вами сферой. Вот здесь у нас находится некоторая там окружность внутри сферы. И нам нужно, чтобы расстояние от точки M до этой плоскости было наибольшим. Вот это самый большой радиус. Да, мы можем взять, например, точку M здесь и опустить перпендикуляр сюда. Да, можем, да, сделаем так. Но тогда это у нас будет меньше радиуса. То есть вот это радиус, вот это радиус. А здесь перпендикулярно наша плоскость основания будет меньше. Соответственно, точку M нужно взять как можно дальше от нашей плоскости P, N, L. И высоту можно взять просто за радиус. Только в таком случае у нас объем нашей пирамиды будет наибольший. Ну, можно даже тут что-нибудь провести. Какую-нибудь там точку H. Обозначить. И сказать, что вот это у нас все равняется P, H. Теперь займемся площадью треугольничка P, N, L. Что мы про него точно знаем? Он находится у нас в окружности, вписанный в окружность. Он прямоугольный, и у нас здесь есть диаметр. То есть P, N это у нас диаметр. Здесь где-то находится точка L. Не факт, что она у нас будет находиться там. Он будет равнобедренный. Мы этого не знаем. Здесь находится точка L. Вот этот угол у нас равен 90 градусов. А это пока все, что мы с вами знаем. Знаем, что это у нас диаметр, значит, это равняется двум радиусам. И нам нужно сказать, что площадь у нас здесь должна быть как можно больше. Площадь этого треугольничка у нас должна быть как можно больше. P, N, L максимально. Что мы тут будем делать? Я сам не знаю. Все, знаю. Смотрите. Площадь треугольничка P, N, L. Можем найти как 1, 2. Здесь опустим некоторую высоту H малая. Ну, ладно, давайте какую-нибудь еще одну высоту вот здесь скажем. Давайте H ее подпишем, чтобы не путать вот это H. 1, 2 умножить на H. У нас есть уже H. Хорошо. Давайте подпишем как-нибудь по-другому. Возьмем вот здесь вот какую-нибудь высоту H1. 1, 2 умножить на H1 и умножить на основание P, N. Это два радиуса. Площадь должна быть максимально. 2R у нас константы, мы ничего с этим не можем сделать. Это у нас диаметр. Значит, и вот эта величина должна быть как можно больше. То есть где нужно взять точку L, чтобы у нас объем пирамиды был как можно больше? Ну, разумеется, чтобы это у нас был тоже радиус. То есть только тогда, когда здесь у нас получится на самом деле равнобедренный прямоугольный треугольник. Когда у нас вот это расстояние будет равно самому радиусу. Потому что здесь получается высота меньше и площадь будет тоже меньше. То есть говорим, что H1 у нас равняется тоже R. Таким образом, если что, объем всей нашей пирамиды P, M, N, L, который мы хотим, чтобы он у нас был как можно больше, P, M, N, L, равен 1, 3 умножить на H, умножить на R, конечно же, это у нас R, умножить на площадь треугольничка, на 1 вторую, умножить на R основание и еще на 2R. Но это все не очень нам узнато. Нам нужно найти именно угол между вот этими частями. Здесь мы лишь с вами определились, как вообще у нас выглядит эта фигура. То есть мы точно теперь понимаем, что здесь у нас треугольничек равнобедренный, точка M находится ровно под точкой H, и вот как бы перед нами получается вот такая вот пирамидка. Давайте вот это еще обозначим, M, L соединим, подпишем здесь где-нибудь посередине точечку T, которая нам здесь нужна. Ну и покажем, что вот эти вот кусочки у нас тоже с вами равны. N, L равно P, L и M, T равно T, обозначили разными кусочками. Надо найти угол между N, T, давайте что-нибудь возьмем вот здесь красненьким цветом, N, T, вот у нас получается, и плоскость P, M, N, и вот эта вот плоскость. Как найти угол между прямой и плоскостью? Нужно опустить перпендикулярно плоскость, и угол между прямой и плоскостью равен углу между прямой и ее проекцией на данную плоскость. Сейчас будем разбираться, где у нас здесь и что. Для начала давайте попробуем доказать, что плоскость P, M, N, ну или давайте сначала докажем просто, что P, M, N перпендикулярна у нас H, L. Когда у нас прямая перпендикулярна плоскости, когда она у нас перпендикулярна двум прямым пересекающейся в данной плоскости. Давайте начнем с этого. Что мы тут скажем? Изначально это нам нужно будет доказать, то есть это мы сейчас в итоге с вами получим. Сначала скажем, что H, L у нас перпендикулярна M, H. Почему? Потому что изначально мы сказали, что M, H это высота в нашей пирамиде, то есть M, H перпендикулярна всей плоскости основания, P, N, L, и соответственно перпендикулярна всем прямым, которые там у нас находятся. M, H перпендикулярна P, N, L. Отлично, первый пункт сделан. Теперь разбираемся дальше. А тут у нас треугольничек P, N, L, он равнобедренный. И соответственно, если вот это у нас как бы является серединкой, у нас и здесь он был равнобедренный, так вот эти вот кусочки у нас были равны, то логично, что и H, L у нас будет перпендикулярна P, N. Так это у нас серединка, а в равнобедренном треугольнике медиана является у нас и высотой H, L. Так, нет, P, H, L у нас перпендикулярна P, N. P, N, P, N. Из этого следует, что эта плоскость перпендикулярна этой прямой. Зачем мы это сделали? Чтобы теперь посмотреть на треугольничек H, M, L. Вот в этом треугольничке H, M, L. Что мы с вами сделаем? Вот мы знаем, что это угол 90 градусов. Вот здесь у нас находится точка T, это L, это H, это M. Мы опустим перпендикулярно плоскость. Куда он придет? Разумеется, он придет напрямую M, H. Потому что мы только что доказали, что вот эта прямая H, L перпендикулярна всей нашей красной плоскости. Здесь это у нас средняя линия. T, ну давайте возьмем TR. Вот эта вот точка TR. И из этого скажем, что H, L у нас параллельно RT. И только что мы доказали, что у нас одна прямая перпендикулярна плоскости, значит и параллельно ей прямая, параллельно ей прямая RT тоже будет перпендикулярна PMN. Хорошо, сделали это. Соответственно, угол между нашей плоскостью и прямой равен углу между самой прямой и ее проекцией на данную плоскость. А проекция у нас теперь это R, N. То есть нам нужно найти угол T, N, R. Давайте скажем, из этого следует, что у... Ну давайте синус, даже нам же синус нужно найти. Синус угла T, N, R у нас искомый. Ух, это было тяжело. Осталось только его найти. Чтобы найти синус нашего искомого угла, построим треугольничек T, N, R. Возможно, вы не видите, но на самом деле он прямоугольный. Как бы вы его не видите, а он есть. Почему? Потому что TR у нас перпендикулярна всей плоскости вот этой красненькой, которую я закрасил. Точнее, RT у нас перпендикулярна всей плоскости. Соответственно, оно перпендикулярно и будет вот этой прямой R, N. То есть угол TR, N у нас прямой. R у нас пусть будет здесь. Давайте вот это уберем, чтобы нам не мешалось T здесь и N здесь. Нам нужен найти синус вот этого угла. Давайте подумаем, что мы с вами сходу можем найти. Ну, во-первых, мы знаем, что HL, вот здесь мы доказывали это, где у нас должна располагаться. Это радиус, это у нас радиус. То есть вот эта величина у нас была равна радиусу. Давайте даже подпишем это R малое, чтобы не путаться с вот этой буковкой R. Это у нас R малое. А это у нас средняя линия, то есть по условию задачи точка T была серединкой, значит тут у нас тоже серединка. А средняя линия у нас в два раза меньше, чем основание. Поэтому RT у нас равняется радиусу пополам. Хорошо, это мы нашли. Нам нужно хотя бы еще одну величину, чтобы найти любую тригонометрическую функцию, которая у нас тут есть. Давайте попробуем найти Rn. Для этого рассмотрим треугольничек, точнее даже половинку треугольничка. MHn. В нем мы проведем с вами вот здесь серединку. Точка R у нас была серединкой, потому что здесь опускали перпендикуляр, точка T была серединка, точка R у нас тоже серединка. Итак, что мы знаем? Hn, это у нас радиус, потому что Pn было все диаметром. Hn, это у нас радиус. MH, это у нас все тоже было радиус, это расстояние от точки M до центра сферы. Значит, это у нас половинка нашего радиуса, то есть это R пополам. Так, только R малое мы решили обозначать. Давайте не будем нарушать наши традиции, это R малое. Здесь тоже R пополам. И тут у нас угол 90 градусов, значит по теореме Пифагора найдем Rn. Rn равно корень из R в квадрате плюс R в квадрате делить на 4. Это у нас R корней из 5 делить на 2. Нашли. Супер. То есть Rn у нас вот здесь равняется R корней из 5 делить на 2. Это у нас один катет, это у нас другой катет. Нам нужен синус. Синус это отношение противолежащего катета к гипотенузе, то есть, наверное, хорошо сразу бы найти гипотенузу. По теореме Пифагора сразу же найдем гипотенузу. Вот здесь вот. Tn у нас равно, используем теорему Пифагора, это R в квадрате делить на 4 плюс 5R в квадрате делить на 4. Здорово, что знаменатели у нас одинаковые. Это будет 6R в квадрате делить на 4. То есть это у нас будет... Можем сократить, можем не сокращать. Давайте оставим так R корней из 6 делить на 2. То есть я сложил, а корень из 4 просто излег, получилось 2. R корней из 6 поделить на 2. Дальше, что нам нужно сделать? Нужно получить синус. Синус это отношение противолежащего к гипотенузе. Все, наше последнее действие. Синус угла TnR равен R пополам делить на R... Так, R пополам делить на R корней из 6 делить на 2. R-ки у нас сокращаются, двойка у нас уходит. И синус равен 1 делить на корень из 6. Избавляемся от иррациональности в знаменателе. Наш ответ. Нам нужно было найти с вами синус угла. Поэтому нам не надо писать арксинус. Нам нужно было найти синус. Поэтому мы просто скажем, что это корень из 6 делить на 6. Все, доска закончилась. Последняя задача. Задание C5. Самое классное. Если ты готовишься к олимпиадам, это самое то. А так можешь сравнить, какое ЕГЭ у нас сейчас в 2022 году и какое ЕГЭ у нас было в 2008 году. Итак, нужно решить вот это вот уравнение. Если известно, что f от x это у нас такая функция, g от x у нас вот такая функция. Да, кажется, что тут уже количество букв больше, чем количество цифр. Ну, вот дальше математика у нас переходит именно на буковки. Давайте разбираться. Первое, конечно же, у нас вот здесь есть f от x. И g от x мы будем писать, ну, используя в зависимости от того, какое у нас значение x. Поэтому давайте вот разберемся сначала с вот этой частью. То есть у нас здесь вот 3 плюс некоторая функция f от x. И дальше мы как бы g подставляем. А g у нас зависит от того, какое значение будет внутри. Больше 4 или меньше 4. Поэтому исследуем сначала нашу функцию f от x. Как мы исследуем функции, мы берем от них производную. Возьмем производную от f от x. Это у нас будет равно 0,5 умножить на 4x в кубе минус 4 равно 0. Найдем эти корни. Осторожно, их найдем. То есть умножим, получается, 2x в кубе минус 4 равно 0. Откуда сам x у нас равен корень кубический из 2. Это у нас единственная точка. Нужно понять, что это у нас за точка. Давайте нарисуем прямую. Отметим у нас x. Здесь у нас будет точка корень кубический из 2. И подставим в производную для определения знаков. Если мы подставим 100, то значение у нас будет положительное. Если с другой стороны, соответственно, отрицательное. Так у нас будет выглядеть производная. Так у нас будут выглядеть функции. Значит, здесь у нас функция убывает, здесь она у нас возрастает. Соответственно, это у нас точка минимума. Поймем, что какое значение принимает тогда наша функция именно при значении корень кубический из 2. То есть найдем минимальное значение этой функции. Может быть, тогда мы сможем сказать, что же у нас вот здесь будет получаться. Так, подставляем. f от корня кубического из 2 у нас будет равно 0,5 умножить на корень кубический. И вместо двойки, двойку возводим в четвертую степень. Это будет 16. Дальше. Минус 4 корня кубических из 2 плюс 5. Хорошо. Корень кубический из 16 можно вынести восьмерку. Корень кубический из 8 это у нас 2. Соответственно, 0,5 надо будет умножить на 2. Это будет единица. И от этого всего у нас останется корень кубический из 2. Минус 4 корня кубических из 2 плюс 5. Равно это 5 минус 3 корня кубических из 2. Хорошо. Непонятно, сколько это равно. Неизвестно. Но что нам нужно? В зависимости от того, какая у нас эта функция, мы будем выбирать то или иное значение для g. В зависимости от 4 она у нас меняется. То есть, если эта функция f от x у нас больше единицы, то мы 100% выберем вот это выражение. Если поймем, что она меньше единицы, то, соответственно, вот это выражение. Поэтому давайте сравним вот эту минимальную точку с единицей. Если это значение у нас окажется всегда больше единицы, то так как это у нас функция принимает свое минимальное значение в корне кубических из 2 и минимальное значение меньше единиц, то получается, что вот эта вот функция f от x всегда больше единицы. 3 плюс 1. И тогда g от x у нас будет равно 25. Проверим это. То есть, сравним 5. Давайте, наверное, вот здесь даже сравним. 5 минус 3 корня кубических из 2 с единицей. Как будем сравнивать? Ну, давайте вычтем минус 5. Минус 5 вычтем. Тут останется минус 3 корня кубических. Ну, минус 3 умножить на корень кубический из 2. Здесь минус 4. Домножим на минус 1. И поставим восклицательный знак. Всегда, когда мы домножаем на отрицательное число или делим, мы меняем знак на противоположное при сравнении. 3 корня кубических. 3 умножить на корень кубический из 2. Здесь 4. Возведем в квад... Нет, давайте даже в куб возведем. В куб возведем, чтобы убрать этот кубик. 3 в третьей это 27. 27 на 2 это 54. 4 в третьей это 64. 64 больше, больше. И вот здесь, когда мы домножаем на минус 1, мы меняем знак на противоположный. То есть здесь становится знак больше, и здесь больше. То есть получается, что наше минимальное значение оказывается больше единицы. То есть независимо от того, какое значение у нас будет у х функции, ф от х, она всегда будет больше единицы. 3 плюс то, что больше единицы, будет больше, чем 4. А значит тогда же от х у нас будет равно просто 25. То есть вместо вот этой всей функции я теперь пишу 25. Запишем это. f от g от х плюс 25 равно 30. Перенесем это через знак равно. Получается, что f от g от х. Так, и равно это у нас 5. Ух, хорошо. Теперь у нас что? Функция f от х у нас зависит как бы от х, получается вот это выражение. А теперь у нас вместо f, как вместо х, находится g от х. То есть теперь вот в эту вот функцию вместо всех х я просто подставляю g от х. Некоторое выражение. Посмотрите, что получится. Вместо вот этой функции у нас были х, теперь вместо всех х у меня будет g от х. Получается 0,5 умножить на g в четвертой от х минус 4 умножить на g от х плюс 5 равно 5. То есть вот эту вот функцию я раскрыл по этому выражению, но вместо х подставил g от х. 5 и 5 у нас здесь сократится. Замечательно. g от х мы вынесем как общий множитель за скобочки. В скобочках тогда у нас останется 0,5 g от х. в третьей степени минус 4, минус 4, конечно, равно 0. Произведение двух скобочек равна 0, когда один из, одной из скобочек равна 0. Получается, что g от х равно 0. Или g в третьей степени от х у нас равно, 4 перенесли, разделили 0,5, получили 8. Получается, что g от х у нас равно 2. Вот это то, что у нас здесь с вами получилось. Но нам нужно найти, решить это уравнение. То есть вот теперь нам нужно решить, g от х равно 0 и g от х равно 2. Ну давайте посмотрим. Если у нас х, например, больше либо равен 4, 25 у нас равно 0, нет, неверно. 25 у нас равно 2, нет, это неверно. То есть при х большем либо равном 4 никакая из этих выражений просто не решается. Ну, если мы подставим вот как бы 25. Теперь посмотрим вот здесь. Если у нас х меньше 4, то мы подставляем вот эту вот функцию. Получается 2 в степени х плюс 9 делить на 5 минус х равно 0 при х меньшем 4. Вот так мы это решаем. Давайте подумаем. Можно взять производную и происследовать вот эту вот функцию, а можно немножечко покрутить. Меньше 4, да? То есть какое бы значение я сюда не взял, оно всегда будет положительно. То есть возьму 4, будет 9 делить на 5 минус 4 положительно. Возьму 3, возьму минус 10. 9 делить на 5 минус минус 10 тоже будет положительно. То есть при этом значении х эта функция всегда у нас положительная. И вот это значение у нас тоже всегда положительное. Это показательная функция. А положительная функция плюс положительная функция никогда нулю у нас быть не может. Поэтому здесь у нас решения нет. И значит, нам остается дорешать уравнение, когда 2 в степени х плюс 9 делить на 5 минус х равно 2 при х меньше 4. Давайте его дорешивать. 2 в степени х плюс 9 делить на 5 минус х равно 2 при х меньше 4. Исследуем вот эту вот функцию и попробуем что-то с ней понять. То есть понятно, что если сейчас я это перенесу, то сделаю я тут общий знаменатель, но вот с 2 в степени х мне никак это особо не сравнить. Исследуем вот эту вот функцию. У же от х плохо, потому что у нас же от х есть. Давайте какую-нибудь новую буковку введем, какую-нибудь h от х. Пусть это у нас будет. Итак, h от х. Возьмем от нее производную. 2 в степени х умножить на ln от 2. И надо взять производную от этого. Это у нас минус первая степень. То есть мы минус 1 выносим. Как бы будет у нас, давайте пока вот так. Плюс умножить на минус 1. 9 делить на 5 минус х. Это 9 умножить на 5 минус х в минус... Ну, как бы 9 умножить на 5 минус х в минус первой степени. Минус 1 выносим. Дальше у нас получается, что это 9 делить на 5 минус х. И все это в квадрате. Понижаем степень на единицу, становится минус вторая степень. И берем теперь производные от знаменателя. Производные от 5 равны 0, производные от минус х это минус 1. То есть тут еще домножим на минус 1, и это у нас будет равно 0. Смотрим, что у нас получается. Таким образом, у нас производные h от х равно 2 в степени х умножить на ln на 2. Минус 1 на минус 1 будет плюс, и это плюс 9 делить на 5 минус х в квадрате получается у нас. Значение у нас все еще х меньше 4, мы исследуем. Все значения, которые я вот здесь буду подставлять, меньше 4, но даже вот здесь, вот здесь, это у нас точно функция положительная, здесь у нас тоже функция положительная. То есть эта у нас функция не имеет никаких экстремов, то есть она у нас монотонная. Монотонная. А это значит, что наша монотонная функция, если принимает где-то значение равное 2, вот здесь где-то у нас там путь будет ось х, а вот здесь у нас значение 2, то принимает она только в одной точке. То есть мы точно знаем, что если есть здесь решение, то оно точно одно. Ну, оно у нас как бы возрастающее, поэтому решение у нас точно есть, и оно одно. Его нужно как-то найти. И вот здесь уже последнее такое действие в последнем самом сложном примере. Нужно использовать метод пристального взгляда, там надеть очки, надеть очки у соседа, у отличника лучше всего, у него очки прокаченные. И заметить, что если мы возьмем х, равное минус 1, у нас получится 2 в минус 1 плюс 9 делить на 5 минус минус 1 равно будет 2. Давайте проверим. Это у нас 1 вторая, это 9 шестых полтора, 1 вторая плюс 9 шестых, это у нас двойка, и эти значения верны. Еще разочек, мы с вами абсолютно честно это все дело решили. Мы доказали, что если есть решение, то оно одно. А дальше мы его вот по методу пристального взгляда просто как бы нашли, подобрали. Есть такие задачи, в которых вот последний шаг нужно просто поперебирать некоторые ближайшие значения, там минус 2, минус 1, 0, 1, 2 и найти это значение. Таким образом, решение этой задачи, ответ минус 1. Вот такое ЕГЭ в 2008 году у нас было. Мы с вами разобрали все задачи из ЕГЭ 2008 года. Раньше не было разделения на профили на базу. Те, кто плохо разбирались в математике, решали А часть. Те, кто немножечко глубже ее понимали, делали Б часть. Те, кто были богами, решали С часть. А те, кто преисполнились в своем познании, решали и такую задачу. Как ты оцениваешь ЕГЭ 2008 года по сравнению с тем, что дают тебе сейчас? В 2008 году очень классно, что были задачи на совершенно различные темы. Сейчас ЕГЭ состоит из 18, в том году было из 19 заданий. И просто не включить в эти 19 заданий весь объем математики, который вы проходите. Раньше все-таки больше тем нужно было пройти, больше изучить. И задания были, мне кажется, немножечко лучше дифференцированы. Сейчас из-за экономии времени, из-за того, что экзамен нельзя делать больше 4 часов, его вот укоротили и часть заданий просто обрезали. Хорошо это или плохо, решать явно не нам. Мы лишь пытаемся подружиться с этой системой и сдать на отличные баллы. В любом случае, надеюсь, ты получил удовольствие, решая эти задачи или смотря это видео. Терпения тебе и хорошего лета. Пока-пока.